На лестнице, начиная нашу пресс-конференцию, представляю вам главный тренер ТКК Альфович Владимир Васильевич и главный тренер Южного Урала Евгений Санкт-Петербург. Владимир Васильевич, вам первое слово, ваш комментарий. Ну, оказалось, не готовы к этой игре, мы совершенно проводили первый период. Конечно, когда выпускаешь 4 тяжелого таганца, ну, потом ребята сколокнулись, что смогли, то сделали. К сожалению, матч проиграл. Команда была сильнее соперника по всех компонентах, в борьбе, в движении. Спросил от тебя не проиграть, а по скорости, по движению, вот, к сожалению, в этом компоненте вы проиграли. Поэтому так и все. Спасибо. Даша Евгений Александрович. Я, конечно, рад победе, это безусловно, но содержанием игры, особенно во втором и третьем периоде, я очень недоволен. Вот, в принципе, мы играли, наверное, только первый период, а затем на первый план вышли на интеллект русских хоккеистов, когда ведем несколько шайков, и многие считают, что игра уже сделана. Поэтому во втором и третьем периоде фрагментными, только отрезками, так скажем, мы играли в большинстве и еще таких эпизодов. А в обороне мы сегодня такой бардак у нас был, что неприятно даже вспоминать. Евгений Александрович, что с Максимом Поповым? Максим Актеран, к сожалению, в предыдущей игре получил. Думали, что сдюжит весь матч, но во втором и третьем еще столкновение было и не смог доиграть. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Константин Мусафиров, Урал-56, хоккейное обозрение. Скажите, пожалуйста, у вас неплохая лавочка вратарская, но сегодня могли, наверное, увидеть еще и по Дамаскову всем известному, и более молодого галки, которая все-таки Садикова. Но вместо этого мы увидели, в общем-то, тоже двух неплохих вратарей. Шутова, тем более. Но вот вы решили все-таки заявить на игру и молодого галкипера, который вышел от Олега Назарова, да, если правильно я говорю. Вот, немножко можно о нем сказать. Парень вышел на очень ответственный матч, в сложный период, сыграл, на мой взгляд, неплохо. Он же совсем молодой. Почему выбор такой вратарей? Спасибо за вопрос. Вы знаете, да, у нас сейчас находится расположение четыре вратаря, которые два заявленных через наш фарм-клуб. Это молодые вратари Назаров Садиков. Садиков к нам приехал из Америки, три года играл там в американских хоккейных лигах. Молодой вратарь, к сожалению, пока он еще не готов играть, надо ему набрать спортивную форму. Мы обменяли, был обмен нашего вратаря, который начал за нас выступать. Это Фомичев на Шутова из Рязани. Рязани нам предложил, мы согласились. Он отыграл, сегодня вышел на вторую игру у нас. Отыграл в Сырарке неплохо. Сегодня поставили, думали, так же отыграет. Но, к сожалению, без этой голы пропустил. Назаров, молодой мальчишка, очень перспективный, 94-го года рождения. Вы знаете, как непарадоксально, мы с ним выиграли, четыре игры мы с ним выиграли. Сегодня он отыграл неплохо, к нему претензий нет. Но, тем не менее, ему надо еще работать. И поэтому мы не хотим травмировать, то есть подпускать под такие коллективы, чтобы его сразу там разрывали психику мальчишки. Поэтому мы его используем более с таким соперником, которым мы считаем, что мы можем справиться. Ну, а потом, взяв вратаря подоматского сыра, к сожалению, он тоже еще пока не готов. Мы его готовим на будущее. Посмотрим. Конкуренция вратарского у нас есть. И поэтому будем надеяться, что они нас будут выручать. Но сегодня, к сожалению, не получилось. В общем-то, вашей команде понравилась техническая подготовка нападающих, в первую очередь, и защитника Староводня. А вот, скажем, голы, вообще его действия, две шайки забросил судья Никита Гуцик. И, как вы считаете, вообще заслуга партнеров или его в этом пути? Ну, парень мастеровитый. Он к нам пришел из ЦСКА. Игрок в сборной был, чемпион мира. Перспективный. Играть он умеет. Ну, в общем-то, ребята у нас вообще, я считаю, техничная команда, не силовая. Пытаемся играть не по схемам, как многие клубы. Я ребят не ограничиваю, особенно на падении, даю возможность им имправизировать. Ну, к сожалению, сегодня, может быть, это не получилось. Но, тем не менее, создавали очень много хороших моментов. Просто выручил Печурский. Молодец. Единственное, конечно, плохо сыграли в обороне. А так, в принципе, ребята нас забивать могут и умеют, и хотят. А Никита просто молодец. Он забил свои шаги. Это, конечно, не власть там был. Это третий, который вы пишите себе, который он привез к третьему. Я, что хотел сказать, в одном из эпизодов, к сожалению, Роман по пустым воротам не попал. Вообще, как вы охарактеризуете действие него сегодня? Если он забил два гола, это замечательно. Он прирожденный бомбардир, он должен забивать. А то, что он безобразно играет в обороне, это вот большой минус. Третий гол на его совести. На ровном месте потерял шайбу. Соперник нам на контратаке забил гол. Вот это весь Роман. То есть, он почему-то считает, что он только в нападении у нас может играть. А в обороне он не должен у нас играть. В связи с этим, Леонид Александрович, момент такой. Вы сами сказали, что в защите много было погрешностей, ошибок. Особенно во втором периоде, на мой взгляд. А вот это чем можно объяснить? Позиционными ошибками или то, что нападающие возле ворот не отрабатывали? Потому что возле ворот действительно Тверичи во втором периоде особенно чувствовали себя очень вольготно. Если бы не Евгений Печовский, счет был мог иным. Здесь кто больше не доработал? Защитники или нападающие? И во-вторых, у нас есть два защитника, которые играют в основе, но сегодня не появились. А Строухов и Кремзер. Возможно ли появление в связи с этим поединки с Ярославом? Ну да, начну с конца вопроса. Думаю, что возможно и с большей вероятностью они будут играть. А это связано элементарно со взглядяйством. Я говорю, что это менталитет, к сожалению, русских игроков. И не только высшие лиги, суперлиги присутствуют. Когда команда ведет с разницей в три шайбы, чуть все там уже червячок в голове точит, что уже все, можно малой крови, можно не дорабатывать здесь, можно здесь, у нас запас большой. Поэтому только с этим связано. Если у вас еще вопросы будут... Видите, вот сам рисунок игры. Победа и результат, тем не менее. Возвращение позиций в турнир и таблиц первых. Но дело в том, что впереди достаточно принципиальная игра, интересная с железнодорожниками ярославскими. Как это может сказаться на подготовке команды, если она вообще существует за сутки? Да, вы правильно заметили. Сейчас на первый план выйдет восстановление. Мы четыре игры уже сыграем подряд. Силы безграничные. Мы там варьируем составы, но тем не менее нагрузку в основном несут одни и те же. Поэтому завтра мы, конечно, больше внимания выделим восстановительным мероприятиям. Разберем сегодняшнюю игру, ошибки, те, которые мы допустили, и будем готовиться к полкану. Спасибо. Еще вопросы будут? Тогда мы на этом закончим. Спасибо. Спасибо.